опаньки привет чуваки с вами говно и вот сегодня буквально только что я посмотрел ролик ванамаса который называется как разрешить проблему пробок в москве вот смотрите вот ванамас предлагает сделать в москве такие специальные парапеты сквозь которые проезжает машина и каким-то техническим образом считывается считывается с этой машины деньги таким образом уменьшится количество машину в москве вот так что я хотел сказать по этому поводу например у нас в швеции стокгольме и в моем городе где я живу уже такое сделали в стокгольме такое уже давно лет пять по моему у нас городе сделали это совсем недавно у нас просто весь центр города все подъезды к центру везде поставили вот эти парапеты то есть машина проезжает и номера на машине там специальная стоит установка которая считывает номера машины это все идет в одну какую-то там компьютерную базу и потом присылают человеку счет за то что он въехал в город значит ехал въехал рано утром с тебя берут по моему одно евро чуть попозже ли въезжаешь себя уже берут полтора и такое время когда очень большое движение себя по моему берут 2 евро или две с половиной за въезд в город точно так же ты выезжаешь из города то есть грубо говоря когда ты проезжаешь эту берлинскую стену то ли в город либо в город либо из города то есть тебя считывают деньги вот и движение стало действительно реально меньше реально просто говорю что движение стало меньше движение до сих пор у нас как бы считается что есть большое хотя с москвой конечно не сравнить но тем не менее как только ввели вот эти вот парапеты так называемые то движение стало все таки меньше вот поэтому я могу сказать только одно что не надо придумывать велосипед собянина ничего не надо придумать собянина нужно сделать просто либо пригласить к себе шведских специалистов которые уже знают это делается и сделать это в москве может быть что-то не так сделать как в москве может сделать у нас как бы получается центр города огорожен этими парапетами может быть в москве нужно знать на трех кольцах эти парапеты и въезд в каждое кольцо будет какая-то ну определенная сумма например в первое кольцо въезжаешь там доллар во второе въезжаешь 2 доллара короче чем ближе к центру тем дороже будет стоимость проезда через этот парапет в любом случае это все реально сесть за стол специалистам продумать и сделать там комментариях в одном массу многие написали что все равно там что-то там придумают там какие-то чипы там что-то короче придумают как можно будет обмануть систему до придумают какой-то процент система будет обманывать но большинство все равно будут будет ездить и платить у нас в швеции тоже там пытались номера какой-то пленкой покрывали что отражает что невозможно считывать кто-то там номера там ставят другие на свою тачку едет на других номерах но рано или поздно все равно они попадутся на заметку ментам понимаете по-любому поэтому как я уже сказал собянину нужно вызвать либо специалистов из швеции которые бы ему помогли в решении этого вопроса либо реально пригласить ванамаса в правительство москвы и ванамас тоже решит эту проблему да да вы сейчас все смеетесь но ванамас вот сейчас сказал реально правильные вещи сам конечно я не люблю платить когда я въезжаю выезжаю из города да вы это все знаете я своих роликах вам показывал как я умудряюсь это делать я живу как раз на границе так так называемой берлинской стены поэтому живу я как бы считается в центре города а машину ставлю за центром города возле церкви иду пешком вот кстати суббота воскресенье в нашем городе и в стокгольме не платят за проезд через парапеты такое же кстати можно было бы наверно сделать и в москве у нас начинают платить с 6 утра до пол седьмого вечера ну и в зависимости опять как я уже сказал смотря в какое время едешь какое-то время ты платишь 1 евро за въезд какое-то время там два и два с половиной еще платишь то есть большой поток машины идет в определенное время то платишь больше когда маленький поток уплатишь меньше ну а после пол седьмого вечера уже вообще бесплатно въезд в город кстати в июле месяце в швеции все уходят на каникулы в отпуск так сказать поэтому в июле тоже проезд через парапеты бесплатный вот поэтому велосипед придумывать не надо все равно все равно рано или поздно россия будет жить так же как живет примерно сейчас америка и запад в принципе уже многие вещи в россии они такие как на западе и в америке потому что ничего другого придумать нельзя вот поэтому все вот это вот все что хотел сегодня вам рассказать кстати вот в москве до сих пор еще нету платных парковок ну вернее они есть но много очень места в москве где парковать машину можно бесплатно даже в центральной части города например а видел по новостям многие люди возмущались где-то в москве они сделали какой-то район или улицу что нужно платить деньги если там оставляешь машину и жители которые живут в этих домах и ставили всю жизнь машину возле своего окошка на улице они возмущались как так я здесь живу почему я не могу поставить свою машину возле дома бесплатно так вот дорогие мои что я вам скажу ребята которые живут в москве и в россии в швеции не уже давным давно нет таких улицах не в центре не на окраине где бы ты мог ставить машину бесплатно то есть поставил машину возле дома на улице плати все либо тебе нужно иметь специальную свою парковку за который ты будешь платить каждый месяц вот как у меня есть парковка за которую я плачу почти 100 евро в месяц хотя я там практически никогда не ставлю машину оставлю вот здесь вот возле у церкви либо вот когда знака не было у дома сейчас опять знак поставили то есть вот я нашел единственное место в нашем городе практически это единственное место где можно было парковать бесплатно машину но власти вдруг проснулись и поставили знак теперь чтобы я туда большину бесплатно не ставлю вот и все и все равно через пять через 10 лет будут платные парковки даже в москве и в россии будут и это кстати платные места если у вас платное место это тоже решение проблемы по поводу пробок то есть все равно только из-за того что места станут платные пробки тоже на какой-то процент уменьшится сейчас не буду объяснять почему можно эту тему развить можно еще один ролик запилить в общем одним словом когда все стоит и проезд и парковки тем меньше люди будут ездить на автомобилях тем меньше вот например если бы в швеции были парковки до бесплатные стать где хочешь как там в россии раньше было поставил на улицу и машина стоит годами как швеции было бы все завтра на машинах парковок вообще не было уже цыган купил машину поставил разломанную машину она будем годами стояла просто занимала бы место ну ладно заговорился короче все давайте давайте ребята пока